Детальнее тему обсуждаю с нашим гостем Олег Пензин на связи с Фридом, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба. Олег, здравствуйте. Раду вам, как всегда, в эфире Фридом. Взаимно. Появились не то чтобы скептики, скажем так, но люди, которые подсказывают, что это решение Европейского Союза может негативно повлиять на сами страны Европейского Союза. Бруно Лемер, это министр экономики и финансов Франции, он заявил, что как управление, так и конфискация активов нуждаются в надлежащем юридическом обосновании и уважении верховенства права. Как юридически обосновано вот это решение передачи доходов от замороченных активов России для Украины, в особенности, триггерный довольно момент для России, на военные нужды Украины? Ну, смотрите, в действительности, на сегодняшний момент в Европейском Союзе заморожено где-то порядка 220-230 миллиардов евро, из них 190 в евро фире. Исходя из законодательства Европейского Союза, замороженные активы не могут далее использоваться для получения прибыли. Ну, вот как бы исторически вы их заморозили, и на этот момент вот эта сумма, она как бы осталась неизменной. С ней в действительности нельзя ничего сделать, потому что существуют в международном законодательстве четко определенные пути, каким образом можно конфисковать активы страны-агрессора. Это положительное голосование Совета безопасности Организации объемных наций, это решение суда, вступившего в законную силу, суда, который возьмет на себя юрисдикцию рассмотрения преступлений агрессора против страны-жертвы. Ну и третий вариант – это добровольная передача в рамках договора о капитуляции. Ни один из этих трех вариантов на сегодняшний момент как бы не просматривается, поэтому, скорее всего, вопрос о конфискации активов, то есть самого тела активов, вот тех 250 миллиардов в рамках Европейского Союза всего где-то до 300 на сегодняшний момент этих активов есть, это вопрос отдельный. А вот, когда мы говорим о доходах на замороженные активы, почему мы говорим о том, что 190 миллиардов евро к лире? Российская Федерация, когда формировала механизм использования своих активов, которые были номинированы в евро, она 190 миллиардов евро вложила в облигации евробанды европейских стран. И по этим евробандам систематически идут выплаты. Почему, собственно, мы говорим о том, что 190 миллиардов учитывается в евро к лире? Евро к лире – это самый крупный в Европе хранитель ценных бумаг. Поэтому, как бы, объективно получилась ситуация, которую европейцы сами называют получением непредвиденных доходов на замороженные активы. То есть, формально замороженные активы использовать нельзя, но на них, в связи с тем, что на них были куплены ценные бумаги, продолжается поступление купона по выплатам на еврооблигации. Поэтому в прошлом году было принято решение создать отдельный счет, на который эти деньги формально были перечислены. Следующим моментом была принята программа Ukrainian Facility, в которой четко было определено перечень реформ, которые европейцы готовы были поменять на деньги. То есть, украинские реформы в зависимости от их успешности Европа готова была предоставить сумму порядка 50 миллиардов евро до 1927 года. Вот такая картинка была состоянием на прошлый год. В этом году существенный прорыв. Принято принципиальное решение о том, что вот эти вот замороженные активы, которые приносят прибыля, эти прибыля формально передаются на этот счет, с которого можно будет в рамках программы Ukrainian Facility средства использовать на цели в интересах Украины. Опять же, в интересах Украины это не значит, что эти деньги будут переданы в украинский бюджет. Это значит, что порядка 90% средств, о которых мы с вами говорим, будут направлены на европейские предприятия по производству вооружений, и произведенная продукция будет передана Украине. Остальных 10%, там немножко больше, чем 10%, будут использоваться как, с одной стороны, средства для, скажем, обеспечения выплат судовых издержек, связанных с претензионной деятельностью Российской Федерации, и часть этих денег будет, опять же, через европейские компании направлена на восстановление экономики Украины. Вот такая идеология закладывается в использовании этих доходов от российских замороженных активов. Опять же, нужно понимать еще один момент, что в среднем приблизительно этих денег будет в год порядка 3,5-4 миллиардов евро. Это достаточно крупная сумма, и самое положительное в этой сумме есть то, что это не деньги европейских налогоплательщиков. То есть, нужно понимать, что вот эта подвижка в принятии решений по поводу использования доходов замороженных российских активов, она, ну, как бы, главной целью имеет уменьшить давление на бюджет Европейского Союза, который формируется за счет денег европейских налогоплательщиков. У американцев ситуация, в принципе, несколько иная. Там, как бы, сумма замороженных российских средств крайне маленькая. Порядка 5,5 до 6 максимум миллиардов долларов. И то, несмотря на то, что средств там не так много, действительно, по инициативе Палаты представителей был сформирован законопроект, в котором была норма, которая дает полномочия американскому президенту произвести определенные процедуры, связанные с использованием передачи Украине этих замороженных российских активов. Но там есть обязательно императивная норма проведения консультаций со странами G7 и нахождение с ними определенного консенсуса. Этот момент, он, как бы, изменяет общий подход, потому что европейцы категорически против, на сегодняшний момент, конфискации самого тела активов. Главной, скажем, оппозиционной силой выступает ЕЦБ, Европейский Центробанк. Кристин Лагард неоднократно высказывала свою позицию. Ее позиция вполне понятна. Дело в том, что на сегодняшний момент достаточно большое количество стран с не совсем демократическими режимами имеет свои валютные резервы в евро. И страх потерять эти валютные резервы в связи с конфискацией по тем или иным политическим причинам может привести к тому, что эти страны начнут выходить из евро как из резервной валюты. И огромное количество евро может быть брошено на рынок, что может опрокинуть финансовую систему Европейского Союза. Вот подобный аргумент является основным в позиции Кристин Лагард. Она представляет Европейский Центробанк. И поэтому пока на сегодняшний момент вопрос о самом теле активов российских, в той сумме под 300 миллиардов долларов, эти деньги, естественно, пока будут находиться в состоянии заморозки. Никаких принципиальных изменений по поводу собственности на эти активы пока производиться не будет. Европейцы и дальше будут консультироваться. Как правильно, с точки зрения юридической, это все оформлено впоследствии. Субтитры создавал DimaTorzok